Английский язык, как большой осьминог, прибирается своими щупальцами во все остальные языки мира, в том числе и в русский. В настоящее время в русском языке уже употребляется большое количество английских заимствований, и они уже официально признаны даже самыми строгими русскими словарями. Если вы работаете в офисе в какой-то небольшой или очень большой международной компании, то, конечно, вы можете часто услышать такие словечки. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. Меня зовут Настя, и это канал Puzzle English Life. Я уже подозреваю, что многие из вас возмутятся и скажут, «Да коли мы будем повторять за другими, да что у нас, своего языка что ли нет? Узбогуйтесь!» Просто когда вы работаете в компании, которая имеет связи с иностранными партнерами, вы часто переписываетесь или общаетесь по-английски, а еще у вас в офисе могут работать иностранцы. И таким образом русский перемешивается с английским, и иногда проще сказать «event», а не «событие». Такова реальность. Какие английские слова и сокращения вам пригодятся на работе? Ну, давайте рассмотрим некоторые из них. И первое слово – это «adgender» от английского «agenda». Похоже на имя какой-то женщины, скорее всего, подумали вы. Например, «адженда Петровна» из соседнего подъезда. Но нет, «адженда» – это просто-напросто повестка дня, то есть рабочий план на день. На собрании вы можете услышать такой вопрос – какая у вас сегодня «адженда»? «Benefit» или «benefit» – это выгода, польза, прибыль, бонусы, привилегии. Например, кому-то предлагают зарплату в 100 тысяч плюс «бенефиты». Так что это за бенефиты такие непонятные? Проще сказать «бенефиты» – это все, что фирма дает работнику помимо зарплаты. Это может быть медицинская страховка, оплата проезда, парковки, оплата спортклуба, оплата при переезде и так далее. Следующее слово – это «accept» или «accept» – это принятие чего-то. Например, «accept» договора – это принятие договора. Понятие «accept» часто встречается в юриспруденции, бухгалтерии и финансовой среде в целом. Это соглашение одной из сторон договора, а принятие предложенных другой стороной условий. Перейдем к слову «брифинг» или по-английски оно звучит как «брифинг». Вообще слово «бриф» значит «краткое изложение», «резюме». А вот «брифинг» – это такая пресс-конференция. Она организуется для сообщения официальными лицами важной краткой информации. И еще часто, главным образом, для представителей СМИ. Брифинги также проводят в ходе конференций, съездов, симпозиумов. А еще термин «брифинг» используют при проведении инструктажа, а также во время проведения краткого обсуждения, которое посвящено одному какому-то вопросу. А вот это слово в последнее время часто можно услышать буквально отовсюду. «Content» или по-английски это слово будет учать как «content». Само слово «content» переводится как «содержание сути». Часто это слово используют, например, по отношению к сайтам. «Content» сайта – это тексты, картинки и, в принципе, все, что его наполняет. Прошу заметить, что английское слово имеет ударение на первый слог «content». А в русском языке мы говорим «content». Но при этом в английском языке есть слово «content», которое будет значить совсем другое. «Content» значит удовлетворить или довольствоваться чем-либо, либо может играть роль прилагательного «удовлетворенный», «согласный» и так далее. Там еще другие значения. Не менее популярное слово «deadline» или «deadline» – это крайний срок, предельный срок, дата или время, которому должна быть выполнена задача. Меня очень заинтересовало происхождение этого слова. Мало кто знает, что это слово появилось еще в 19 веке. И это было во время гражданской войны с севера и юга США. И, кстати, с этого момента, то есть с 1862 года, началась история концлагерей. Особенно отличился зверствами концлагерь «Южан» для пленных Янки. Назывался он Андерсонвиль. Кроме ужасных условий содержания, там действовало одно правило. Всех, кто подходил слишком близко к линии, намеченной у забора, безжалостно расстреливали. Отсюда и название «мертвая линия» – «deadline». Странно, что это слово затесалось в уже современный язык. В общем, я думаю, смысл таков. Либо я выполню эту работу к определенному времени, либо мне конец. А теперь поговорим про слово feature или feature. В английском feature – это характеристика, особенность, необычное свойство. Feature – это сленговое обозначение каких-либо необычных признаков какого-то предмета. Ну, это может быть не только предмет, но и явление тоже. В фиче могут выступать необычные программные возможности, какие-то дополнительные функции. Ну, короче, что-либо, что привлекает особое внимание. Например, ваша кофеварка делает не только вкусный кофе, но из нее звучит и ваша любимая музыка. И сюда можно отнести также интересный дизайн объектов. Профит или profit – это, по сути, прибыль или выгода. В бизнес-сфере profit – это разница между инвестициями и деньгами, полученными с проекта. То есть, это выручка, другими словами, это чистый доход. Профит. Event или event. Изначально event – это какое-то мероприятие или событие. В деловой среде это любое маркетинговое мероприятие, которое направлено, конечно же, на увеличение базы покупателей. А также это событие, которое создается с целью рекламы. Для этого организуются яркие и красочные мероприятия в виде презентации, пресс-конференции или пресс-туров. ASAP или ASAP – это сокращение от as soon as possible. То есть, как можно скорее при первой возможности. Вас могут, например, попросить сдать отчет ASAP. И вы будете знать, что нужно сделать этот отчет как можно скорее. Таких вот слов, конечно, намного больше, но что-то вы теперь знаете наверняка. Теперь-то вы уж не захотите назвать свою дочь аджендой. Хотя... А чтобы узнать еще больше лексики и выражений, заходите на сайт Puzzle English по ссылке. Она будет под видео. Обязательно регистрируйтесь там и кайфуйте от изучения английского. Не забудьте поставить палец вверх. А с вами была Настя и канал Puzzle English Live. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok